Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Калинин. Как я уже рассказывал в своих новостях, 29 января смартфоны HTC в России получили обновление 4.16.401.10. И сегодня я расскажу обо всех изменениях и покажу пару секретных фишек. Поехали! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! К тому же, как вы знаете, HTC уже довольно давно вынесли основные приложения в Google Play Market. И теперь все обновления не зависят от выхода новой прошивки. Посмотрим на экран блокировки. Пожалуй, здесь наиболее заметны изменения. Как вы знаете, система уведомлений в Lollipop была значительно переработана. И это нашло отражение в оболочке Sense. Уведомления теперь выводятся на экран блокировки в виде списка. И вы можете сразу же посмотреть их, если вытянуть. Или даже ответить на некоторые сообщения. Ну или просто закрыть ненужные свайпом. Влево или вправо. Напомню, что раньше уведомления ютились в строке состояния сверху. Из мелких изменений сразу же заметен новый значок блокировки. Он стал другим и пропали полосы сверху и снизу. Давайте сравним. Смотрите, как было. Тут еще была стрелочка снизу. Теперь ее нет. Сравните, как выглядят экраны блокировки на KitKat и Lollipop Sense 6. При зарядке смартфона надпись о том, что идет зарядка, теперь появляется снизу. Ранее она была примерно вот на этом месте. Посмотрите, разблокировка теперь доступна только вверх. Ранее можно было разблокировать из заблокированного состояния сразу в три положения. Вверх, влево и вправо. Но это не значит, что жесты Motion Launch были удалены. На самом деле все прекрасно работает. Посмотрите. Итак, я разблокировал смартфон. И давайте сравним основные экраны. Как видите, BlinkFit не изменился. Внешний вид рабочих столов тоже не изменился. Все осталось на прежних местах. Покажу, что происходит при вытягивании уведомлений. Выпадающее меню теперь состоит из карточек, которые скрываются друг за другом. Посмотрите, очень красивый эффект наложения. Карточки теперь светлые. И я бы даже сказал, фон теперь полупрозрачный. Ранее все было черное. Крестиком, как и ранее, можно закрыть сразу все уведомления. Есть быстрый переход в настройки. Раньше для того, чтобы перейти в настройки, нужно было нажать специальный значок, и появляется контрольная панель. Здесь для того, чтобы выдвинуть контрольную панель, нужно еще раз свапнуть вниз. Также хочу показать, что можно провести двумя пальцами, и тогда контрольная панель сразу появляется сверху. Если тапнуть по уведомлению, то вы сразу же попадаете в нужное приложение. Если же нажать и удерживать, то появляется возможность настройки уведомлений для данного приложения. Посмотрите. Я могу заблокировать, поставить приоритеты или выставить важность этих уведомлений. Именно от этого приложения. Посмотрим панель быстрого запуска. Она также изменилась в стиле лолипоп. Здесь можно убрать ненужные кнопки или добавить нужные. Три точки позволяют сразу войти в настройки. Посмотрим настройки. Особых изменений здесь нет. Единственное, что я заметил, это изменился пункт «Звук». Теперь он называется «Звук и уведомления». А также добавлена иконка для быстрого поиска. Пробежимся по основным изменениям. Режим в самолете. Ну, тут просто меняться нечему. Wi-Fi. Здесь есть несколько изменений. Если удерживать подключенную сеть, то появился новый пункт «Записать в тег NFC». В выпадающем меню теперь появился пункт «Сохраненные сети». Bluetooth. Здесь убрали пункт «Дополнительно», где можно было настроить свой сервер FTP или получить доступ к сим-карте для автомобильного комплекта. Мобильный интернет. Как вы видите, пропал пункт «Звук при роуминге данных». Все остальные пункты остались такие же. Единственное, изменилось написание сетей. Раньше были непонятные слова для простых людей. У МТС, ЛТЕ, GSM. Теперь все понятно для простого человека, который не знаком с мобильной техникой. Просто 2G, 3G или 4G. Как мне кажется, это знают все, даже бабушки на скамейке. Устройство «Мультимедиа». Ну, тут все одинаковое. Еще, здесь тоже все одинаковое. Единственное, местами поменялся пункт «ВПН». Смотрим дальше. Персонализация. Ну, тут в основном все то же самое, но я хотел бы показать вам очень интересные нововведения. Выбираем главный экран. И теперь можно выбрать главный экран, либо BlinkFeed, либо запуск приложений. Что это такое? Сейчас я вам покажу. Выбираем запуск приложений. И, ну, грубо говоря, это лончер. Теперь изменяется внешний вид. И становится вот таким. Здесь можно добавить свои приложения. Также можно добавить свои контакты. Вот теперь можно включить такой вот новый, интересный вид. Аккаунты и синхронизация. Ну, здесь ничего не изменилось. Так же, как и в местоположении. Все то же самое. Безопасность. Как вы, наверное, знаете, в Android Lollipop была проделана огромная работа по улучшению безопасности ваших данных. Основные изменения скрыты внутри в программном коде. Ну, а мы посмотрим то, что видно глазу. Наконец-то и я дождался анонсированный еще на Google IEO 2014 возможности Smart Lock. Что это такое? Давайте я вам объясню на примере. Посмотрите, у меня установлена блокировка экрана по графическому ключу. То есть я должен ввести графический ключ для того, чтобы мой смартфон разблокировался. Однако, как вы, наверное, заметили с самого начала видео, я спокойно разблокирую свой смартфон и никакого графического ключа у меня не требуется. Еще раз показываю. Показываю на смартфоне, на котором тоже установлен графический ключ. Я его разблокирую. И требуется графический ключ. Что же это такое? Получается, что на Lollipop графический ключ не работает? На самом деле нет. Все дело в умных часах, которые я подключил к данному смартфону. И пока умные часы находятся в поле действия этого смартфона, мне не требуется подтверждать разблокировку графическим ключом. Если же я удалю эти часы от смартфона, то смартфон, естественно, потребует разблокировку графическим ключом. Давайте сейчас я унесу эти часы в другую комнату, для того, чтобы прервать Bluetooth-связь. И покажу вам то, что смартфон потребует графический ключ. Пойду унесу. Итак, вы видите, что я снял часы. И теперь попробую разблокировать свой смартфон. Как вы видите, смартфон теперь требует графический ключ. Потому что считает, что чужой человек пытается зайти в этот смартфон. Хочу сказать, что это очень крутая фича. Я ее ждал, как я сказал, с Google IEO 2014. Теперь никто посторонний не сможет зайти в мой смартфон. Я пойду верну часы, чтобы смартфон их обнаружил. И продолжу видео. Я опять одел умные часы. И теперь попробуем разблокировать смартфон. Как вы видите, он теперь не требует графического ключа. Точно так же можно установить не только графический ключ, но и пароль по пин-коду или просто пароль какое-то кодовое слово. Если часы будут рядом, то вам не потребуется постоянно вводить этот пин-код. Если же, например, кто-то украдет у вас этот смартфон, то он не сможет ничем воспользоваться, потому что он не будет знать коды разблокировки. Для того, чтобы воспользоваться функцией Smart Lock, сначала вы должны включить какой-то из способов блокировки экрана. Выбрать, например, графический ключ или пин-код или пароль. После этого перейти в пункт «Доверенные агенты» и здесь подключить ваше умное устройство, например, часы или какой-нибудь браслет. Теперь в Android Lollipop вы не можете добавлять виджеты на экран блокировки. Пропускать экран блокировки теперь так же нельзя. Настройки уведомлений перекочевали в звук. Также был удален прямой доступ к плееру с экрана блокировки. Пункт «Проверять приложение в Lollipop» был исключен, так как теперь это делается на уровне программного кода. Доверенные агенты, ну, я вам уже показывал, это как раз для подключения внешних девайсов для разблокировки. Появилась новая интересная функция «Захват экрана». Здесь закрепляется только одна задача, из которой нельзя выйти. Давайте я вам покажу, как это работает. Включаем «Захват экрана». Переходим в список программ. Выбираем какое-нибудь приложение. Вот, например, Twitter. Так, Twitter. Появился специальный значок, такая скрепка. Нажимаем на эту скрепку и выдается сообщение. «Использовать блокировку в этом приложении? Да или нет?» Также можно запрашивать графический ключ для отключения блокировки. Нажимаем, что «Да», «Использовать блокировку». И теперь блокировка включена. Посмотрите, я могу пользоваться только этим приложением, но не могу выйти из него. Смотрите, я нажимаю кнопку «Назад». И мне говорит о том, что я не могу выйти из этого приложения. Попробую нажать кнопку «Домой». Также не могу выйти из этого приложения. Многозадачность не работает. Как вы видите, панель уведомления тоже исчезла. То есть я ничего не могу сделать. Попробуем выключить, включить. Я не могу выйти из этого приложения. Эта функция, например, будет очень удобна, если вы даете свой смартфон какому-то чужому человеку или ребенку. И включив ему только одно приложение или игру. Из которой невозможно выйти. Для того, чтобы выйти из режима захвата экрана, нужно одновременно нажать кнопку «Назад» и «Последние запущенные задачи». Блокировка выключена. Теперь появляется список многозадачностей, о котором я вам расскажу чуть позже. Вот такая вот новая интересная функция. Появилась в пункте «Безопасность» и называется «Захват экрана». Появился новый пункт «Приложение с доступом к информации». Здесь будет список программ, которые получают доступ к вашей личной информации. Ну, грубо говоря, программы, которые будут следить за вами. Их можно включить или отключить. Смотрим дальше. Специальные возможности. Как вы видите, здесь добавлен пункт «Служба Switch Access». Позволяет управлять устройствами с помощью настраиваемых сочетаний клавиш. Смотрим, что еще изменилось. Уведомление напоминаний переместилось чуть ниже. Появились следующие интересные пункты. Инверсия цветов. Посмотрите, как это работает. Цветокоррекция. Здесь вы можете установить из трех различных режимов цветокоррекции. Красный-зеленый, красный-зеленый, синий-желтый. Появился пункт «Высококонтрастный текст». Буквы становятся такими четкими. И вот здесь вот обрамление в некоторых местах появляется. Смотрим дальше. Резервное копирование и сброс. Здесь все одинаково. Импорт из другого телефона. Здесь все тоже абсолютно одинаково. Дисплей и жесты. Ну, здесь, в общем-то, тоже все одинаково. Единственное, теперь яркость называется уровень яркости. Все остальное одинаковое, как вы видите. Жесты Motion Launch, естественно, работают. И их можно настроить. Звук. Теперь называется звук и уведомление. И я хочу сказать, что все уведомления из различных подпунктов переехали вот сюда вот и собраны все в одном месте. Очень удобно. В основном все настройки не изменились и остались такими же. Ну, просто места поменялись кое-где. Настройки вызовов. Здесь все абсолютно одинаковое. Изменения коснулись настроек приложений. Посмотрите, была убрана полоска, сколько занимают приложения в памяти телефона. Теперь я не знаю, сколько. Также была убрана полоска, сколько занимают приложения на SD-карте. Также я не знаю. Последние запущенные приложения претерпели значительные изменения. Ранее было сразу показано, что, смотрите, например, 900 МБ у меня было занято программами. Правда, я не знал, какими именно и чем именно. Теперь я знаю, что система занимает 618 МБ, программа занимает 424 МБ. И свободным у меня остается 781 МБ оперативной памяти. Ну, и все приложения теперь также без полоски. С любыми приложениями теперь можно, так же, как и раньше, производить различные действия. Можно переместить, очистить значение по умолчанию, очистить кэш. Можно отключить, либо вообще удалить какое-либо из приложений. Впрочем, все так же было и ранее. Различные приложения теперь можно, ну, как и раньше, впрочем, отключить. Смотрите. Но теперь появляется специальное дополнительное окно для отключенных приложений. Раньше такого не было. И вот теперь для того, чтобы посмотреть память телефона или SD-карту, мы должны зайти в специальные настройки памяти. И здесь вот мы можем увидеть, сколько у нас занято, сколько у нас свободно в самом телефоне, в памяти телефона и на карточке памяти. Также можно освободить больше места, извлечь SD-карту, отформатировать ее, ну и совершить различные другие действия. Питание. Давайте посмотрим, что было изменено. Энергосбережение, максимальное энергосбережение, естественно, осталось. Использование аккумулятора все то же самое. Был изменен внешний вид журнала. По мне, так, предыдущий был несколько краше. Теперь он принял вот такой вот Nexus-овский вид. Выбрать ничего нельзя. То есть вот такой вот наглядный вид. Смотрим дальше. Все остальное осталось то же самое. Единственное, что я заметил, в Lollipop была исключена следующая настройка для быстрой загрузки. Смотрим далее. Язык и клавиатура. Ну, здесь все одинаковое. Единственное, что я хотел бы вам показать, что сама клавиатура, если, например, раньше включаешь клавиатуру, то значок появлялся вот здесь вот вверху. Теперь же значок «Выбор клавиатур» появился внизу. И здесь можно быстро выбрать различные раскладки. «Дата и время». Ну, здесь все осталось то же самое. «Печать». Здесь все тоже абсолютно одинаковое. Пункт «Для разработчиков» я не подключал на Desire Eye. И о телефоне. Здесь все осталось то же самое. Сравним версии ПО. На HTC One M8 установлен Android Lollipop 5.0.1. На Desire Eye пока еще установлен Android KitKat 4.4.4. Версия Sense не изменилась. 6.0. Номер программного обеспечения 4.16.401.10. Все, с настройками закончили. И еще раз напоминаю, что для того, чтобы быстро найти необходимый нам пункт, появился вот такой вот подпункт «Поиск». Большие изменения коснулись списка последних запущенных задач. Теперь это выглядит в виде вот такой вот карусельки. В стиле Material Design. Хочу сказать, что если вы привыкли к предыдущему виду, к привычному HTC виду списка последних запущенных задач, можно теперь легко включить в настройках компоновка в виде карточек, либо в виде сетки. Как вы видите, вернулся предыдущий вид, и появился крестик, который позволяет сразу же закрыть все приложения. Обращаю внимание, что при виде карточка, для того, чтобы закрыть все приложения, вам придется поодиночке выкидывать каждое приложение. Зато появилась настоящая мультизадачность. Так как здесь у нас было только последние 9 приложений запущенных, и мы могли между ними выбрать, то теперь между всеми запущенными приложениями, которые мы когда-либо запускали, теперь можно выбрать и быстро переключиться. Хочу сказать, что даже после перезагрузки список запущенных задач остается. Теперь о субъективных изменениях. То есть то, что я заметил. Ну, как мне показалось, теперь анимация стала более плавная и более интересная. Посмотрите, например, как раньше открывался Google Now. Сразу появляется круг. Обратите внимание, еще раз показываю. Сразу появляется круг. Теперь же, например, Google Now при открытии появляется в виде капельки. Смотрите, капелька увеличивается и уменьшается. Мне показалось, что после обновления звук из динамиков изменился. Он не стал хуже или лучше, он стал просто другой, как мне кажется, что он сместился в сторону высоких частот. Давайте послушаем. Ну, как мне кажется, убавились низкие частоты. Это заметно. Даже невооруженным ухом. И все смещено в сторону высоких частот. Если честно, мне низкие частоты нравятся больше, потому что я в основном слушаю рок, металл, то есть такую тяжелую музыку. Поэтому высокие частоты в основном понравятся тем, наверное, кто слушает попсу. Если вы тоже заметили, что звук как-то изменился, то пишите в комментарии, что вы думаете об этом. По энергосбережению. Так как я пользуюсь Android Lollipop всего сутки, поэтому я не могу делать каких-то объективных выводов. Но что я успел заметить, как мне кажется, энергосбережение не изменилось. То есть оно и не ухудшилось, и не улучшилось. Вот я успел за первые сутки снять скриншот. Было еще, оставалось 22%. Я уже в районе 5 часов использовал этот смартфон, 5 часов активного экрана. И сутки я им пользовался. Я запускал очень много Real Racing. Ну как много? Минут 20-25. Также я смотрел YouTube примерно около 30-40 минут. Ну и пользовался в основном Twitter. Ну а также звонил и пользовался SMS-ками. Вот такой был график. Посмотрите, за сутки. То есть пока предварительный вывод, что после обновления энергопотребление смартфона HTC One M8 как мне кажется, не изменилось. Оно осталось таким же. Я буду тестировать энергоэффективность смартфона и дальше. Поэтому подписывайтесь на мой Twitter, в котором я буду ближайшие несколько дней выкладывать скриншоты по энергопитанию. Вот, например, скриншот я сделал, использовав смартфон после обновления первые полдня. Как вы видите, половина заряда была использована. И уже на то время было 3 часа активного экрана. При этом у меня постоянно включен Wi-Fi, Bluetooth. Всегда подключены умные часы. Ну вот, как вы видите. И вот приложения, которые были запущены. То есть я играл в Real Racing, как я вам и говорил, смотрел YouTube и пользовался Twitter и интернетом. Еще хочу рассказать один интересный момент. При разряде аккумулятора до 15%, но это, к сожалению, не сделал скриншот, при разряде до 15% Сначала выдается сообщение с самой системой Android Lollipop о том, что неплохо бы зарядить смартфон. А через процент, 14%, HTC Sense включает режим энергосбережения, если, конечно, у вас это настроено. Вот я протестировал мобильный интернет. Хочу сказать, что цифры в основном не изменились. У меня примерно так же и было на LTE от МТС в городе Владимира. Скорость работы смартфона не изменилась. В основных синтетических тестах показываются примерно те же результаты. Вот в Antutu показывает примерно на 1000 больше. Если на KitKat было в районе 44,5 тысяч баллов, то теперь показывает 45600 баллов. Смотрим далее. В 3D-марке примерно то же самое и показывало в районе 20 тысяч баллов. Geekbench 3 теперь выдает вот такие результаты. и тест BaseMark OS 2 выдает следующие результаты. Тут я хотел бы обратить внимание, что на KitKat систем был чуть меньше, а графикс был чуть больше. Значение было чуть больше. Теперь вот выдается вот такое вот значение. Вы можете писать в комментариях, какие значения основные синтетические тесты показывают у вас. И мы сравним, у кого больше. Если выбрать часы и посмотреть мировое время, то вы сразу же увидите, что пропал глобус. Давайте я покажу, как было раньше. Входим в часы. И вот мировое время показывало вот такой вот глобус. Теперь, видимо, за ненадобностью было в Android Lollipop это удалено. По качеству съемки камеры ничего не изменилось. Камера также снимает, как и ранее. Сейчас я вам покажу. Вот фотографии. Однако многие пользователи заметили следующую проблему. Если в полной темноте включить камеру примерно на минуту, то в правом углу появляются такие фиолетовые артефакты. То есть такое фиолетовое размытие. Неужели это возвращение страшной фиолетовой камеры? Я надеюсь, что эта проблема только софтовая и в следующих патчах это будет исправлено. При перезагрузке смартфон ведет себя как-то странно. Постоянно идет оптимизация приложений первое время. Но после пары-тройки перезагрузок оптимизация пропадает. Напомню, что в Android Lollipop выбрана среда выполнения ART. Как вы видите, смартфон еще не нашел мои часы. Поэтому приходится вводить графический ключ для разблокировки. Плавность пролистываний в основном не изменилась. Она была такой же плавной и на KitKat. Давайте войдем, например, в Twitter. Попробуем пролистать. У меня сейчас очень плохая Wi-Fi сеть. Я нахожусь очень далеко от роутера. Давайте посмотрим. Все так же плавно. Никаких проблем с пролистыванием нет. Давайте, например, запустим еще Instagram. Как вы видите, все пролистывается быстро. Нет никаких притормаживаний. Ни на KitKat, ни на Lollipop. Все просто великолепно. Пожалуй, я рассказал все, что обнаружил сам и что мне подсказали подписчики в моей Twitter-ленте. Если вы нашли что-то новое, обязательно напишите об этом в комментариях. Многие спрашивают, когда же другие смартфоны HTC, такие как M7, Desire Eye, E8, получат обновление до Android Lollipop. Что я могу сказать? Сегодня ночью HTC выпустила письмо, в котором объяснили, почему некоторые смартфоны не получили обещанные обновления до 1 февраля. Почитайте в моем твиттере, там есть ссылка на сайт HTC. Если кратко, то HTC старается предоставить вам лучший продукт, поэтому не хочет торопиться с обновлением. По имеющимся у меня сведениям, смартфоны HTC One M8, HTC Desire Eye и E8 получат обновление до Android Lollipop в течение следующего месяца. Остальные смартфоны, такие как, например, HTC One Mini 2 получат обновление весной. Хочу показать интересный момент. После обновления смартфона до Android Lollipop изменился Android и в моих часах. Теперь уведомления в виде вот такой карусельки стали. Показывать все, не беспокоить или только важные. ранее было только не беспокоить. Многие говорят, что после обновлений в основном ничего и не изменилось. А я вам уже второй десяток минут рассказываю и показываю все новое. Конечно же, все основные изменения спрятаны под капотом, так как Android Lollipop это огромный шаг вперед. И на этой оптимистической ноте я заканчиваю это видео. Не стесняйтесь ставить большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и обязательно читайте мою твиттер-ленту, в которой я рассказываю все последние новости и делюсь секретами. На этом всем спасибо за внимание. Пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok